Продолжение следует... Я уже сказал, надолел он для того, чтобы сейчас нам попытаться учитывать процесс растения катона на Вестроне. Ну, кто желает? Вы желаете? Продолжение следует... Два кусочка, а вот еще кусочек. Сейчас мы с вами найдем еще... Итак, гамма-е... Не, ну, диаграммы ты рисовала еще рано, давайте обсудим, как они возникают. Гамма-е приходит гамма-е, да? То есть, растение потом она ее делает. Вот. Ну, плагражан при тормогутном взаимодействии мы знаем, да? Пишем, что T это взаимодействие равняется... Да? Она равняется еще в арбузу А и Е, да? На Пси с чертой гамма-е на амму, да? Вот. Дальше. С-матрицу пишем, да? Она равняется T произведения, да? От экспоненты. Давайте еще раз все это обсудим, потому что, по сути дела, это последний пример, который по вычислению мы рассматриваем. Так что, если какие-то есть вопросы, спрашивайте, да? Вот. Таким вот, такого сорта вычислений мы на этом делали заказчик. Так? Вот. Ну, и что у нас здесь? Вначале, потом и электрон, да? То есть, нам придется написать, что такое Пси и амин. Еще раз, да? Ну, хотя бы уже много раз писали. То есть, слово Пси. Очень важно. Так. Сумма. Холин длится на холин с два. Холм В, да? На У. Которая зависит от той лямпы, да? Да? Которая зависит от той лямпы, да? И Пси. Ну, и плюс В, да? На В, да? На В, да? На В, да? И еще поле амин давайте так пишем. И, по сути дела, в который раз уже, да? Си и амин. Ну, надеюсь, после этого мы уже отложимся очень хорошо. 4П давайте. Мы же не стали писать, поэтому не будем писать 4. Мы не пишем, да? Куда мы 4П? А Холин тогда 4П записает. Ну, не важно. В, да? П. В, да? На Холин здесь два. Два, там, ма мега В, да? В, да? В, да? А здесь, что будет? Е такое-то, да? В, да? В, да? Ели, да? В, да? В, да? В, да? В, да? Оператор какой-то c, давайте другое пойдем, который тоже зависит от кассивного Теперь давайте сообразим, что у нас является начальным и конечным состоянием В начальном состоянии у нас имеется электрон и потон Имеется импульсом p и поляризацией лампы Имеется потон и имеется конечное состояние В котором тоже имеется потон и электрон, но только за деликусом и поляризацией Сигма-2, 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 сигма-2 Так, хороший ламп, который равен чему? Минус 1 вторая, правильно, да? Т-произведение от интеграла кода х кода у и 2 огражаемых Коди х кода у, правильно? Коди х кода у, да? Так, да? Где в огражаемых, вон написано Ну и, соответственно, амплитуда равняется Малышному элементу, да? Вот этой величины, да? Она будет равно чему? Отличное состояние, количество состояния Нет, ну это не так, минусное состояние Тогда давайте так напишем, да? А здесь, ну давайте чуть подробнее напишем Минус 1 вторая, да? Т-произведение опять И интеграл стоит Т-произведение опять Т-произведение опять Ну а подробнее о нем будет Распишем тогда Все ответственности и так далее Сюда Т-произведение 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 Ну, теперь давайте смотреть, что у нас здесь возникает. Нам, естественно, в начальном и конечном состоянии имеется по-потому, поэтому нам нужны порядки. То есть это будет нормальное произведение, правильно? Если мы напишем просто нормальное произведение, то вот этого будет сколько вклад? То есть с другой стороны вообще. Теперь Т произведение – это нормальное произведение плюс нормальное произведение со всевозможным спарингом. Теперь вот если мы стираем руку здесь Т, это будут все нормальные произведения. Тогда вклады равен чему? Нулю, правильно? Почему равен нулю? Потому что у вас есть раз, два, три, четыре оператора. Да? Пси. А у вас здесь по одному стоят. И они стоят, заметьте, здесь в нормальной форме. Еще раз повторяю. Ну понятно, да? То есть вы два, так сказать, скоммутируете, а два станут в нормальной форме. И с ним по вакууму будет все равно так и так нужно. То есть тогда означает, что нам нужны спаривания. И спаривания между чем? Между? Между электронами. Между электронами. Вот ваш коллега не зря лучше сказал это спаривание. Так же, да? Ну давайте теперь, значит, в спаривании возникнет сколько? Два. Два, да? То есть либо возникнет вот такое спаривание, да? Либо вот такое. Ну давайте, амилатим нужно вынести, правильно? Давайте из этого, давайте. И запишем вот эти, ну здесь просто, какие будут возникать. Давайте Пси, перепишем и поставим стрелочки, чтобы… Да, Пси от х, ну просто перепислить пока. Гамма ню на си от х, да? И Пси с чертой от у на гамма ню, Пси от у, да? И значит спаривание будет какое-то, например, вот такое, да? И еще плюс, давайте пишем внизу еще один член, да? И здесь спаривание будет. Еще вот такое может быть, правильно? Смотрите. Согласны с этим или не согласны? Согласны. 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 Теперь, как эти соотносятся один с другим? На минус отличается. Ну да, на минус отличается. Если на минус отличается, что ж тут так поделось? Да, ничего нету. Ах, ну да, что? Вот, давайте я предлагаю сделать… А, ну мы же четно раз будем переносить, значит, равно больше. Нет, ну пока вы как-то переносить как-то и не можете, да? Потому что у вас здесь стоят столбцы и строки, да? Но я предлагаю сделать как? Ну, мы можем перенести как? Вот это вот, да? Вот так вот. Да? Ну, вот это число. Да. Видите, что это число? Да. И это число. Поэтому мы можем вот это поставить вот сюда. Можем поставить? Ну, мы сейчас даже не будем как это с вами переписывать. Смотрите. Ну, в умерном. Вот это поставим сюда. Когда мы переносим, мы каждый раз переносим через два оператора. Причем, это все нормально. Практически все равно стоит все в нормальной форме. Понимаете, да? Вот. Поэтому, что мы делаем? Мы берем, переставляем, да? И после этого заменим х на у и мю на у. Непонятно, что я сказал? И это будет то же самое, что вверху. Ну, если мы вот это вот переставили сюда, да? И заменим х на ю и х на у. А это мы можем сделать, да? То это будет верхнее выражение. Так? Так. Тогда мы вот это можем стереть и убрать вот эту двойку. Так, да? Тогда вот это тоже стираете, да? И остается тогда только вот это вот. Вот здесь вот. Вот. Ну, понятно, да? Все наши манипуляции. Ну, если вам наша манипуляция понятна, тогда, значит, что мы дальше делаем? Мы можем это вычислить, да? Давай, попробуем. Для этого, ну как, вот этот пропагатор мы знаем, от этого работает только одна часть. Правильно, да? Оператор А. Согласны? Ну, от всей части работы работает только вот эта причина. Согласны? Да, электронная часть. Вот. Чуть-чуть посложнее вычислить там потомную часть, но мы тоже, наверное, справимся, да? Вот у с чертой, да? И что у вас? В начальном конечном состоянии стоит что? П2, да? Лям Д2, да? Вот. Гамма Мю. Здесь стоит пропагатор теперь. Вот. Давай я обозначу по этой буквы, там, не знаю, G, там, пока. Там стоит пропагатор, да? Вот. От x-y. От x-y. Да? Так, да. Вот. А дальше стоит гамма Ню. И стоит что? Вот. У от P1, грамм Д2. Да? Это вот эту часть сосчитать. Правильно? Вот. Теперь еще нам осталось какую часть сосчитать. Сосчитать часть, которая вот от Амю и Аню. Ну, мы можем перерезуться, да? Придем оператором, да? Там будет сколько? Два члена, правильно? Ну, когда вот вы перемножаете, где у вас поле А, да? У вас либо есть оператор. Так. А чего написали? А! Да, С написали. Значит, я просто думал, а мы написали. Значит, если либо будет стоять два С, да? Который дает уровень по два С, да? Дает ноль. Ну, вот С на С в кресле. С крест на С. Который дает закон. Правильно? Ну, вот вы их и попробуйте написать, да? Ну, когда, например, смотрите, да? Да, и Е в степени будет И сама. Минус и К. Вот это вы смотрите, да? Значит, семью. Значит, куда вы замыкаете? И можно замыкнуть вот этот оператор на конечное состояние. будет К2. Правильно? Правильно? Не-не-не-не, извините. На начальном состоянии, извините, я определился. А, КЦ. Ну, С в начальном состоянии. То есть, К1, извините, К1. Так, да? К1, это Амю икс, да? А от у тогда будет со звездой. Е со звездой ню, да? Ню. Да? Соответственно, на Е в степени... Ну, ладно, что-то индексы мы здесь писали еще, чтобы мы не напутали. К1, можно сказать. К1, С1, да? А там К2, С2, да? Проверка, так или не так? Да? И плюс... Амю, который будет со звездой, да? Он теперь замкнется на вот этот вот. Емю со звездой... Да, да, да. Поменять на... И, соответственно, будет К2. Ну, мю поменять на ню, извините. Правильно? Так. Так, а то же... Край падает. Нет, 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 как бы так. Так, ну, смотрите. Вы... Взяли мой лист, да? Сначала вот это убирали, правильно, да? Он замыкается на... 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 Начальном состоянии, да? На... Е степени минус и К1. Теперь, когда вы берете этот вот этот, он замыкается на конечном состоянии, да? То есть будет плюс... Да? Емю... Вот, стоять. Вы пишите, Емю будет плюс стоять. Плюс и К2 есть. Плюс... Плюс и К2. Ну, вот и стоять. Да? И здесь К2. И со звездой будет. Вот эта звезда. Так. Я бы говорил, он просто ню поменяет на нее, да? Так, да. Попроверяйте, нигде мы не ошиблись. Нигде? Ну, корни надо. Мы корни сейчас не будем писать. Мы корни потом запишем, да? Ну, мы нетривиальную часть пишем, да? Все корни мы потом запишем, если нам надо. Хорошо? Вот. Тогда нам надо взять еще, что осталось... Поставим Ж и взять интегралку для ИХ с К2. Да? Ну, Ж мы только что с вами вычислили. Это пропагатор. Пункт И на 2,3,4 и так далее. Ну, давайте, подставляем и вычисляем. Да? Сказать нам, Е, подрать. Так. Ну, вот здесь пишите, потому что единица будет. Я партамгутом собрешься. Так, все, да? Ну, вот. Так. Так. 2,3,4, да? Да? Т4К. Т4К. Т4К можно вставить. Так. А здесь будет Е в степени минус ИКХ, да? Минус ИКХ, да? Минус ИКХ минус ИКХ, правильно, да? На что? На К плюс Н, да? Ну, здесь КАП, подрать. Минус КАП, подрать. Классно. Вот. И... Д4К вы написали, да? Ага. Вот. И осталась вот. Вот это. Включено. Ну, сейчас мы с вами получим... Чего вам не нравится говорить? Экспоненты... О, это 2 А. А, ну да. Да, вот здесь экспоненты в западе. Здесь напишем эту экспонент. И b2 x, да, минус и b1 x, правильно? Так будет? Давай, давай, давай. Давай, давай. Где, наверное? Продолжение следует... 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 Так, да? Это один вклад. И он умножается на что? На Е-мю. От чего? Е-мю от Ка-1. И Е-мю от Ка-2. Так, да? Есть второй вклад. Плюс. Опять пишем. У-п-2. Эта часть станет неизменной. Вот еще раз. А что вы хотите? А, вот так хотите. Ну, хорошо. Можно. Можно. Да, вот здесь вот. Да, вот здесь вот. Да, вот здесь вот. 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 Так, посмотрите, все мы правильно сделали. Ничего не забудем? Ну и остается, естественно, E в квадрате 2π4 на дельта функцию. Правильно? Потому что было 2π4, это было 2π4 и еще от пропагатора 2π4. То есть всего будет 2π4 дельта функция и корень на каждую внешнюю лень. А вот это вот тот самый нетривиальный часть. Вот при четвертой дельта функции корня тривиальная часть, так скажем. А вот это нетривиальная часть. Ну, теперь давайте попытаемся нарисовать диаграмму Германа. Изобразим этот маточный лимон. Графический. Что там заговоренные линии? Это вы рисуете вот этот, правильно? Графический. Нет, нет, нет. Тая синтез. В ту сторону. Тая синтез. Тая синтез. Нажимаем. Пройдём. А здесь, что? Кадр, да? Вот здесь виден, минус, вот здесь индекс минус стоит, вот правильно? А гомма не стоит здесь. Не индекс, а гомма не стоит. Ну, а здесь стоит гомма минус. Здесь дам маневр, а здесь дам маневр. Как раз, смотрите, вот здесь стоит перед маневр. Сейчас, подождите. Что-то, по-моему, с индексами нам не видно. Нет, там просто мю не нужно менять. А? Потому что мю, если против ути, то мю первое. То есть там на картинке. А, да. Вот здесь на картинке мы правильно писали. Мю, мю. Вот у нас стоит. Мю, у. Да, но мю гармоним. Нет, кстати, здесь что-то такое. Так, да? Ну, теперь все сходится. Ну, то есть, мы перерисуем не герограмму, а написание такое. Ее против лени, да? У, от П2, гамма, мю. Вот здесь стоит. Гамма, мю. Пропагатор. Гамма, мю. У, от П1. Здесь, соответственно, вектора поляризации. Начальная и конечная картинка. И здесь тоже. О, от П2, гамма, мю. У него стоит. Пропагатор. Вот, да. В каждой вершине за пол сохранения. Пропагатор здесь стоит. Соответственно, вот здесь П1 плюс К1. Ну, или П2 плюс К2. А здесь стоит П1 минус К2. Ну, или П2 плюс К1. Так, да. Вот, получили маточный элемент, да? То есть, мы с вами теперь знаем, что такое пропагатор, да? В первую очередь, еще такие процессы, лучше сказать, где возникает пропагатор частиц со стынем 1, 2. Ну, дальше это можно назвать в квадрат и вычислять. Ну, наверное, это уже не будем делать. Мы немножко тренировались с вами, да? Вот. Здесь все, как это, аналогично, что называется. Посмотрите, какие есть вопросы по существу. К нему есть вопросы? К нам вопросов нету. Да, спасибо. Ко мне вопрос есть? Ну, ладно, тогда, что, наверное, сейчас сделаем перерыв. А, у нас этот, получился, ну, короткий час, потому что тот был длинный, да? Короткий был. Вот. Значит, давайте 5 минут перерыв и еще тогда. То есть, не надо перерывать. Так, есть ли какие-то вопросы? Конечно, перерыв. Ну, вопросы. Ну, вопросы. Давайте, вот так. 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 Пока стираю, я хочу обратить ваше внимание. Так, что задание вы будете сдавать все полностью. Так. Вот вам уже все сообщено, для того, чтобы, так сказать, то есть вы могли его решить и сделать так, о чём он говорит то есть ничего вам неизвестного и не обсуждаемого не было уже все необходимые инструменты для решения задания вы знаете поэтому можете не бояться взрывать сейчас мы обсудим немного чуть-чуть другие вещи я думаю, что с вами обсуждались разные процессы для частиц они в каком-то смысле у нас фигурировали абстрактно скалярные частицы и так далее, нам было не важно что это такое а сейчас давайте обсудим, что в сюжете имеется настоящий момент вы уже это знаете, я просто вам помню чтобы связано дальше какой набор частиц имеется в настоящий момент как вы знаете, есть электроны в которых существует три поколения значит электроны, соответствующие нейтринам ну и соответственно эти частицы электроны это частицы, которые участвуют только в электромагнитных и слабых взаимодействиях но не участвуют в семи взаимодействиях эти частицы называются электронами ну все частицы участвуют в радиационных взаимодействиях если не обладают массы Да, но мы в леденцовом языке не касаемся, да, все. Кроме того, есть столько же кварков, да? Уп-даун, ТС и БР. Имеется кварки, 6 штук. Когда я начинал учиться в университете, их было 3. Я даже помню, когда, по-моему, я был в 2-м курсе, когда на бае рассказывал, как открыли цеплак. Я все-таки делал, потому что было великое открытие, открытие цеплака. Был большая шумиха. Открытие цеплака. Открыли две группы. Открыли так называемые мизоны с скрытым очарованием, да? Открыли так называемую джекси мизон, которая является связанной с нами начинающими лицами. Это было открытие цеплак. Открыли две группы. Одна открыла на бортонных машинах. И они стояли с майкером, в котором было написано «ЖИП». А в знаке открыли на электронных машинах, у них было «ПСИ». В конце концов, таблица пошла как джекси. Частица эта. За которую дали Мобилевскую премию. Так открыла вот сюда новую физику. Ну, как я сказал, то это было, когда я был большой, да? А это было еще раньше открыто. Ну, а потом формируют все наши простые частицы. Простые, имею ввиду, протон, нейтрон. А вес – это странный пар, да? Геллман ему дал название страны. Он назвался не только частицами, а открытые камни-зоны. Которые раздались либо парами, либо… Если бы с одной стороны был 8к мизон, то и с другой стороны был 8к мизон. Как-то это было странно все. Называли их странными. Оказалось, что это связано с тем, что в них присутствует эскварка. Поэтому, как и в всем взаимодействиях, аромат парка не меняется. То есть, если эскварк не встанет, то он должен быть и в конце. А если рождается пара эскварков, то должны быть две частицы, да? Ну, 2к мизона. Затем открыли B и T. Это уже можно сказать. Дальше урок это было рутинно. Открыли P-кварк, потом T-кварк открыли. Чем интересны эти кварки C и B? Потому что они тяжелые. Если S-кварк... Ну, A-кварк... Ну, A-кварк... Вот, если вы считаете, что у него... Ну, там... Массы нет, но так... Масса есть какая-то, но имеется в виду следующее. Что, как вы знаете, кварки не наблюдаются в свободном состоянии. Поэтому... Дальше нужно определить, что такое масса A-кварка. Конечно, можно протон поделить на три, да? Сказать, что масса чему-то равна, но это неправда. У кварка меньше его. Ну, у S-кварка, ну, наверное, 300-300, не знаю. Это опять зависит от определения, да? Вот. Мэг имеется в виду. А вот C-кварк, это уже 1,5 г. Это уже серьезно, да? А B-кварка, это 5 г. Вот. А это уже 170. Вот. Ну, вот эти два кварка интересны тем, что они образуют связи со состоянием тяжелых кварков. Например, вот в СНФЦ есть целая спектроскопия тяжелого чармония. Ну, то есть, чармон, чармон, да? Вот, назвали. Значит, если это стадо-кварк, то это очарованный, да? Это либо бьюти, да? Прелестный, либо ботон, нижний. Вот. Ну, топ, вроде, верх. Другой, не знаю. Что это называется. Значит, вот эти два кварка образуют систему связанных состояний, которая очень, так сказать, большая и много что-то можно изучать. Изучать можно там хорошо потому, что кварки тяжелые. В этом смысле они не реликтивистские, подробные. И тогда можно привлекать какие-то модели, ну, по сути дела, нереликтивные. Там модели, которые описывают кварки в каком-то связанном состоянии писать фенологические потенциалы, которые они там как-то не связаны могут быть. И писать распады и все прочее. Тэ-кварк, ну, с одной стороны, конечно, очень интересный, но, с другой стороны, он не образует никаких связанных состояний. Его время жизни меньше, чем, так сказать, дюлета его, грубо говоря, оборота. То есть, если бы он был связан в состоянии, да, то время его оборота больше, чем его время жизни. И он быстрее распадается, чем образует связанное состояние. Поэтому есть физика только кварка, да, но нет топония и так далее. Если есть аммония, чермония и так далее, то есть, какие изучаются, то с этими кварками ничего особенного не стоит. В этом смысле нет. Хотя есть физика декварка, тяжелых кварков, распадается на Б и на что-то еще, да. Ну, на дубль Б, который как. Значит, ну, вот есть липтоны и кварки. Значит, все они имеют с пинус 1,2, да. Что кварки, что лептоны. Ну, если лептоны, здесь заряд, ну, плюс-минус единица, он не 1,0, да, то здесь заряд 2 трепест и минус 1 трепест. Ну, в зарядах электродности. Вот. Что тоже нетривиально, дробный заряд. Вот. Сейчас уже никто не обсуждает, как это, другие заряды кварков. Ну, я, по крайней мере, не слышно, да. Опять же, когда я был молодой, да, вот, на конференциях можно было слышать доклады, где строились модели, так сказать, целочисленными зарядами кварков, там, и так далее, пытались их тискнуть куда-то, и так далее. Вот. И есть переносчики взаимодействия. Переносчиками взаимодействия, иначе, ну, всем вам известно уже, гамма-квамма, да, электромагнитные взаимодействия. Есть переносчики взаимодействия слабого, Z- нейтральные. Вот. W плюс-минус, это заряженные токи. И есть восемь миллионов, которые отличаются цветом. Значит, кварки, кроме того, что они имеют заряд, они еще имеют свет. Значит, свет возник следующим образом. Во-первых, обнаружили омега-минус гиперон, да, это стоял состояние трех S-квартов, то омега-минус, которые находятся в основном состоянии. И тогда было непонятно, ну, L равняется нулю, вот, а spin равняется три вторых. И было непонятно, как же будет это с принципом Пауэлли. Потому что спиновое состояние трех вторых, ну, какое при переставлении частиц? Ну, если частицы одна вторая, одна вторая, симметричная или антисимметричная, или смешанная симметрия? Симметричная. L равняется нулю, значит, тоже симметричная. Значит, это состояние должно было быть симметричным. Но есть принцип Пауэлли, который гласит, да, что фермион должен находиться в полностью антисимметричном состоянии. Вот тогда сказали, наверно, есть еще какое-то письмо, да, и позвали его цветом. Сказали, что подсвету-то оно находится в таком антисимметричном состоянии. То есть квартки имеют еще цвет. Ну, как это, не ради только принципа Пауэлли, да, ввели этот цвет. Ну, можно было сказать, что принцип Пауэлли нарушил здесь все. Ну, рассмотрим такой процесс. E плюс и минус переходит в адронный. Что такое в адронный переход? Это означает, что E плюс и минус рождается кварт, а не кварт. Это E плюс и минус в адронный переход. Значит, дальше, так как квартки не наблюдаются в свободном состоянии здесь, происходит вероятность единицы адронизации. Адронизация означает, что квартки переходят во все известные частицы пимизоны или барионы, да, во что-то еще. Пророждая здесь, соответственно, еще какие-то там паха и так далее. То есть происходит адронизация. Ну, теперь давайте попробуем вычислить сечение этого процесса. Мы с вами вычисляли процесс какой-то. И плюс и минус переходим в и плюс и минус. Вычисляли? Да? Было? Значит, что стоит здесь вершина? Здесь стоит вершина заряда E. Да? А что стоит здесь? Здесь это E, а здесь есть Q. E, да? Ну, в зарядах электронов. Ку-кварта. Ну, ку-кварта я обзываю, так сказать, зарядом в зарядах электронов. То есть у него по две трети, либо там одна третья и так далее. Давайте сосчитаем. Сказать, чему пропорционально сечение этого процесса. Ну и будем предполагать, что энергия, да, вот как мы с вами вычисляли, то есть энергия много больше, чем масса кварка или минус. Тогда сечение пропорционально чему? Здесь акт в квадрате, да? Пропорционально. Вот здесь. Пропорционально. Ну и там соответствующие множители. Там четыре трети, да. И там, наверное, чего там? Наверное, да, поделить. Помните это? Вот. Это процесс ню-ню. А чему равняется сечение? Вот это вот процессное сечение, это процессное, то есть кварт ку-кварт, да? Оно равно арка в квадрате и ку-квадрате, да? Так, да? Так, да? Есть такая величина, которая равняется сигма и ел-мадроны, да? Сигма и ел-мадроны, да? Там есть соответствующие графики, и люди тратят кучу денег, сил и энергии для того, чтобы ее измерить. Например, в нашем институте, да? Из других тоже. Измеряется вот это р. Тогда чему это равняется р? Оно равняется ку-кварт в квадрате, да? Если возможно рождение нескольких квадрат, то тогда сумма по квадрату. Правильно? Ну и тогда что вы должны сделать? Вы должны нарисовать такой график, да? Вот сюда S, да? А вот сюда R. В самом начале рождается только... Ну, я здесь отвлекаюсь от... Пока не обсуждаю, что здесь могут рождаться резонансы, да? То есть и ел, который мы обсуждали, может родить, например, ρ, да? ρ распадается на 5-п-минус. Вот. Но, тем не менее, если пока энергия меньше гэва, да? То рождается только ап и дам. Помните, я говорил, что S-кварт, ну, это... Состояние хамизонов, примерно 1000 гэв. Вот. То есть до этого S-кварт не рождается, хамизонов не рождается. Никаких. Вот. То есть тогда мы можем легко вычислить, чему равняется сумма. То есть сумма равняется 2 3 в квадрате плюс 1 3 в квадрате. Вот в чем уравняется отношение. Вот. Значит, тогда, значит, имеется вот какая-то здесь величина. Здесь, естественно, не пол, а здесь имеется ромизон. Вначале крайне там сложно все. Потом вы доходите до S-кварта, и начинает рождаться связывание с состоянием S-кварта, то есть хамизона. Кто там на КМД или на СМД знает, что там рождается хамизон. Очень, так сказать... Ну, здесь хамизон, так сказать, а здесь хамизон. Дальше это должно подскочить на сколько? Подскочить на 1 3 в квадрате, да? Это до хамизона. Это после хамизона. И дальше это идёт до тех пор, пока я начну рождаться С-кварта. То есть ещё здесь плюс 2 3 в квадрате. Здесь вот рождается вот этот тот пресловутый G-psi сначала, потом Psi-штреть там и так далее. То есть система резонаций, но главное, что имеется тоже. Зачем подскок некоторые? Потом вы доходите до 10 мм, и ещё получается плюс 1 3 в квадрате. Это рождается уже и псевомизон. Это G-tip, это F-мизон. А здесь вот это рождается и псевомизон. Это связан с состоянием боли и фибрари. Ну, вот это всё хорошо промерено в настоящее время. Ну, то скопи дальше измеряется. Ну, и оказалось, всё хорошо согласуется, да? Только в 3 раза отличается с тем, что я написал. Это связано с тем, что паркер рождается в 3 цвета. И это, как это, с моей точки зрения более сильное, так сказать, утверждение, чем то, что здесь сейчас нужно... Ну, конечно, без принципа Паулина сложно жить, но тем не менее. А здесь просто нужно это всё умножить на ответ. Потому что кварт рождается, например, как рождается аппатья. Ну, он рождается либо там, не знаю, красный, да? Там зелёный, синий или какой-то. То есть рождается в 3 цвета. И нужно умножить на ответ. И это очень сильное доказательство, что именно кварков именно такое количество. Дальше, значит, что мы давайте с вами попробуем следить. Значит, ну, вот эти, как я уже сказал, вот эти тяжёлые кварки. Вот. Здесь возникает, ну, уже физизон, довольно хорошее состояние, который, правда, распадается только на 2 кромизона, по сути дела, в основном. А вот, когда вы подходите к джипси, здесь возникает целая структура состояний, вот, в которых структура состояний двух цех кварков. Во-первых, они могут складываться что? Это со спином одна вторая. У вас, может быть, что? Сложиться со спином, ну, как, одна вторая, одна вторая. Вы знаете, может сложиться в одинечку, да? Может сложиться в ноль. Да? Ещё могут начаться возбуждения по L и ещё радиальное возбуждение. Значит, ну, я не буду вам пытаться расписать всю эту систему, может быть, в следующий раз. Значит, там возникает целая структура состояния, между которой возникают переходы, гамма-переходы, пи-переходы и так далее. Вот. И эта система очень активно изучается и так далее. То же самое и в системе семейства Y. То есть там B-кварти. Ну, так вот, B-кварти у вас есть развитие, так сказать, состояния. Вот. Ну, это, так сказать, совсем, как это, фундаментальный уровень, да? Как вы сказали, кварки в свободном состоянии не наблюдаются. Вот. Но наблюдается только бесцветное состояние. Бесцветное состояние по цвету. И их можно построить двумя способами. И вы построите анти-кварк-кварк, да? И вы построите кварк-кварк-кварк. Есть, конечно, экзотики. Дальше в результате существует. Вот. То есть, вот то, что анти-кварки, по крайней мере, основная масса вот в этой толстой книжке, да, всех частиц, это вот такие состояния. Эмбитураторов. Вот эти частицы называются агроны, да. Агроны. Вот эти частицы, которые кварк-кварк, то есть частицы, которые имеют, соответственно, спин целый могут иметь. Если вы два кварка со спином одна-вторая складываете, да, у вас может произойти не только целый спин. Правильно? Вот эти частицы называются амизонами. А вот эти частицы с полуцелым спином называются барионами. Также есть экзотические состояния, да. Вот. Около которых, как это, идет, как это, иногда не очень научная борьба, да. Значит, есть все состояние двух глионов, да, можно в принципе сказать. Есть состояние двух глионов. Либо есть состояние гибриды, кварк-кварк-глион. Ну, также дальше вы можете строить разные состояния. Например, там кварк-кварк, иногда антикварк-кварк. Состояние из пяти кварков. Вот. Но это все экзотика. И ее то открывают, то закрывают. Вот. Иногда открывают очень уже хорошо, потом очень хорошо закрывают. Поэтому здесь я не буду пытаться вам приводить примеры. Вот. То есть это экзотическое состояние, но тем не менее не очень интересно. В последнее время, опять же, в системе В и С обнаружили состояние, которое тяжело вписать куда-то. То есть они не вписываются в картину вот таких состояний, кварк и антикварк. Значит, ну, например, я хочу привести такой пример. Сейчас. А, вот давайте вот этот обсудим. Вот, например, давайте возьмем состояние кварк-антикварк. И посмотрим, какие квартного числа в этих состояниях могут быть. Где это такое состояние? Ее может быть где-то в состоянии С, а может быть где-то в состоянии П. Давайте попробуем понять, что может быть. Чему равняется четность кварка-антикварка? Мы с вами это уже обсуждали, да? Или не обсуждали? Я забыл. А, нет? А, наверное, это я в университете самым недавно рассказывал, ладно. Значит, давайте рассмотрим состояние, состояние, а? Кварк-антикварк. Да? Какая будет сочетность? Как вы думаете? Посмотрите, может быть, я рассказываю, у меня, может быть, уже смешалось. Может быть, я вам уже это рассказал. Хотя, думаю, что, наверное, нет. Вроде не было причин мне вам рассказывать. Ну, во-первых, давайте вспомним, что мы знаем, что система фермиона-тифермион какая? Это два фермиона, правильно, да? То есть эта система какая? Антисимметричная. Значит, если мы переставим кварк-антикварк, то мы получим минус единицу. Правильно? Дальше. Что еще можно сказать? Как это единица получается? Единица получается, что вы переставили все их квартовые числа, правильно, да? Одним из них является что? Положение, правильно, да? Ну, как вы переставили с минус р? Так, да. Это означает, сколько вы получили? Если я переставил. Какая? Какой множник появился? Минус единица в степени м5, правильно, да? Я также переставил спины. Правильно? Какой множник получился? Приятно. Ну, со спином единица волновая атмоса какая? Симметричная. Симметричная, правильно, да? А со спином равным нулю антисимметричная. Вы знаете, да? На этих строительств волновая атмоса со спином. То есть это тогда плюс сколько? Минус единица в степени м5 плюс единица, да? И еще переставил заряды. Так, да. С. То есть получение общей С равняется минус единица в степени м5 плюс единица. Так. Чему равняется четность теперь этого состояния, В? Ну, С имеется в виду, конечно, когда кварк и антикварк. Правильно, да? Если это заряжка системы, то определение С четности не имеет смысла. То есть когда я переставил заряды, то я получил такое состояние. Правильно? Правильно? Вот. Мы только что учили, что есть минус единица в степени r есть. И еще есть что? Внутренняя четность частиц. Правильно? Она до фирмиона какая? Противоположная. Помните? Мы это обсуждали, да? Ну, получили отраты. С четности мы сами получали. Да? Ну, есть. Описывается состояние электрона и позитрона, да? Вот. То есть это плюс единица. Так как четность их по нему положена. Теперь давайте попробуем написать все возможные предприятия. Значит, давайте я так напишу. Ну, G, P, C. Так. Какие могут быть? Для того, чтобы это сделать, да? Нужно, соответственно, оговорить, какой у нас имеется спин, да? Спин может сложиться во что? В ноль. Правильно, да? И здесь, может быть, 2 сложится. Так, да? Тогда мы, соответственно, G равняемся чему? Нулю, да? А P равняется чему? Минус, да? И плюс. Правильно, да? P отрицательно. Правильно, да? А C плюс. Так. Дальше. Спин может быть равняться... Ну давайте, если тогда в эту сторону продолжим. Например, 1, да? L. То тогда это будет 1, да? И что мы можем после этого сказать? Здесь будет плюс, да? P черность. Здесь. А здесь будет сколько? Минус, правильно, да? Ну вот. Это ноль. Тогда. Здесь может быть двойка, да? 2, минус, плюс. Тогда. Ну, как это да? Дальше можно продолжить, да? Теперь. Смотрите. Теперь может быть единица, а это ноль. Еще вот это. Давайте чуть-чуть сюда продолжим. Какие состояния могут быть? Ну, здесь, естественно, только одна возможность, да? Один. Вот. Ну, если S равняется единица ноль, то есть P. P минус, да? И это минус. Согласны? Или не согласны? Или не согласны? Дальше может быть что? Один. Один. Один, да? Один, один может становиться либо в ноль, либо в один, либо в двойку, да? Жили. Но при этом P будет сколько? Минус, да? Подождите, плюс. Плюс, да? И здесь плюс. Мы еще одно напишем. Накончим, да? Наверное. Здесь может быть что? Один и два во что могут сложиться? Ну? Один, два, три, да? Значит, S равняется, L равняется двойке, если здесь будет минус, правильно, да? L плюс единица P. А C, C тоже минус, да? Ну, проверь, я вам где-то промахнулся. Поверяй. А степень на единицу? С самим предыдущим. А? Степень на единицу, если с самим предыдущим, получается? С самим предыдущим. Вот это правильно ли? Или это правильно? Вы и дальше продолжаем. Так, да? И сейчас смотрите. Я упоминал про эзотическое состояние. Вот смотрите. Если я там буду писать один, три, да? То там будет уже два, три, четыре, правильно? Вот. Ну, а здесь там три и так далее. То есть, состояние ноль, один, да? Уже все написано, да? Других быть уже не может. Ну и вот, давайте посмотрим состояние ноль. Какие могут быть? И сколько состояния один? То есть, часть комбинаций не получается. Понятно, да? Чему я говорю? То есть, если вам обнаружили состояние, которое отсутствует в этой таблице, значит, оно состояние не квар-бинтиквар-бинтиквар-бинтиквар. Вот. Ну, то есть, по крайней мере, такой, так сказать, ситуации мы должны объяснять это как-то исходя из других. Из других этих самых предположений, например, что это там какое-то углеоний, гибридное состояние или еще что-то, в которых возможен другие. То есть, просто изучая, так сказать, состояние, какое обладает G и какие у него четности, так сказать, C и P, вы можете сказать, оно удовлетворяет вот этой схеме или не удовлетворяет. Ну, как, я не буду там выписывать. Вы видите, что явно есть комбинации, которые там отсутствуют, правильно? Поэтому обнаружение вот таких состояний по четности C и P является одним из методов, чтобы понять, это нормальное состояние, там, антикварковое или еще какое-то. Или это состояние какое-то более сложное, ее природа более сложная. Вот. Значит, дальше я хочу перейти к эзотопическому спину, да. У нас осталось пять минут, давайте, учитывая, что сегодня я три часа перед вами, да, на пять минут, и я уже сейчас не успею за пять минут про эзотопическую симметрию вам здесь поговорить. Тогда это отложим на следующий семинар, а там вы мне пять минут добавите, да. А сейчас уже пять минут, я здесь не могу использовать. Какие есть вопросы, давайте. Есть вопросы? Нет вопросов? Ну, тогда, тогда, до свидания.